Научные исследования уголовно-процессуального права возникли в России после утверждения первого уголовно-процессуального кодекса в вводе законов Российской империи в 1832 году, когда, собственно, и появилась самостоятельная уголовно-процессуальная отрасль для российского права. Так, 8 декабря впервые в стенах юридического факультета Казанского федерального университета прошла межвузовская олимпиада среди студентов по уголовному процессу. Сегодня проводится олимпиада по уголовному процессу для студентов наших и тех, кто согласился на участие работать по тем правилам, которые разработаны для олимпиады. Олимпиада, на мой взгляд, достаточно интересная. Она позволяет выявить тех, кто действительно знает уголовный процесс, еще студенческие коды. Юридический факультет КФУ богат не только своей историей, но и обширной студенческой жизнью. Как говорят сами организаторы, идея проводить олимпиаду по уголовному процессу возникла еще в прошлом году, но реализовать ее удалось лишь зимой этого года. Планируется проводить традиционные мероприятия, именно на базе кафедры нашей уголовного процесса, с тем, чтобы привлечь студентов, заинтересованных в этом, организовать работу факультативов, чтобы также расширить кругозор их и географии участников. Да, в этом году приехали уже студенты из Москвы, из соседних республик. На следующий год планируется расширить количество иногородних студентов. Олимпиада проводилась два этапа. Первый этап состоял из тестовой части, а второй – в рассмотрении фабулы и выступлении перед членами жюри. Всего в олимпиаде приняли участие 35 студентов из Казанского федерального университета, Московского государственного юридического университета имени Кутафина и других ближайших регионов. Желание возникло поучаствовать сразу, как только появилось объявление об олимпиаде. У меня направление уголовное право, уголовно-процессуальное право, просто уголовно-правовая специализация в университете. И все, что связано с уголовным правом процессом, это очень интересно для меня и является, возможно, подспорьем для будущей работы, будущей практики. Вопросы были комплексные. Это, на самом деле, положительный момент Олимпиады. Вопросы касались как истории развития институтов уголовного процесса, так и современное состояние уголовно-процессуального законодательства. В этом и как раз состоит и плюс Олимпиады. Это не зазубривание норм уголовно-процессуального закона, а понимание всего уголовного процесса в историческом его развитии. Томас Джефферсон когда-то сказал, что законы пишутся для обыкновенных людей. Потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Поэтому юриспруденция – это одна из основ нашей жизни. Диана Шилова, Леонардо Литьяров, Универ Ньюс.